Всем привет! Я очень давно не снимала разговорные видео и, наверное, бы не снимала еще дольше, если бы в моей жизни не произошли некоторые перемены, которыми я хочу с вами поделиться. Это видео будет посвящено, наверное, все-таки больше всего Айахуаске. Айахуаске и шаманам. Это то, что со мной произошло два дня назад, и эта вся история не оставила меня равнодушной. Я до сих пор сижу в шоке от происходящего. И я хочу поделиться с вами своим опытом и своими мыслями на этот счет. Я хотела снять это видео еще вчера, сразу же после этой ночи с шаманом, скажем так, после процедуры, после ритуала. Я не знаю, как правильно назвать это действие, но я подумала, что мне надо обработать информацию, возможно, я поменяю свое мнение. Прошло две ночи, нет, прошла одна ночь еще, и ничего не поменялось. Я так же, как и думала, что это развод, так и думаю. Поэтому давайте я расскажу вам, почему я так вообще думаю. Начнем с того, что я очень серьезно относилась к этой процедуре. Я реально верила в это все. До последнего я верила. И поэтому, мне кажется, свое мнение будет честным, потому что это не то, что я хочу обосрать шаманов, и я изначально скептически к этому относилась. Нет, я относилась к этому с полной верой, уверенностью, что это работает, что это помогает, что это медицина, что это не наркотик, потому что все статьи на Википедии говорят о том, что айхуаска – это лечение, это медицина. Перу – это трава, зелье, тварь, изготавливаемый шаманами берега Амазонки, и уже 500 лет, образно говоря, ну не 500 лет, это гораздо дольше, что это помогает всем, что этот отвар лечит от зависимости. Приезжают люди, у которых какие-то наркозависимости туда, например, от болезней, например, айхуаска якобы лечит рак, ее множество других болезней, альцгеймер и так далее. И как общение с духами, то есть какое-то ментальное развитие, преподношение к чему-то высокому, но на деле это оказалось абсолютно не так. И я хочу рассказать, что же это было, потому что я не хочу, чтобы какой-то человек совершил ошибку, которую совершила я. Если бы я раньше узнала об этом, вот о том, что я сейчас скажу, я бы просто не приехала сюда. И я расскажу, как можно решить проблему, в моем случае, как я ее решила, без шаманов. Ну, то есть без зелья магического, которое делает шаман. Я привела к айхуаске затяжная депрессия, можно так сказать. Я думаю, ни для кого не секрет. И люди, которые подписаны на меня, заметили, что я погрустнела, я часто грустная, у меня все плохо, я перестала снимать видео, образно говоря. Ну, на все есть какие-то причины. Понятно, что ничего просто так не происходит. То есть это моя ответная реакция на какие-то события в моей жизни. Я так, в общем, отреагировала. Стало грустно, я закрылась и так далее. И я думала, что мой поезд к шаману, мой приезд к шаману, это мой последний шанс. Это то, что может меня излечить, помочь мне и промыть мне мозг. Я решила еще в феврале, что я должна поехать. Но мне началось искать, во-первых, этого шамана. Это было сложно. Я находила кучу развода. Например, некоторые люди мне предлагали поехать к какому-то старейшему племени, в Перу. И это там стоило 10 тысяч долларов. И я такая говорю, что шаман 10 тысяч долларов, серьезно? Шаман будет покупать себе Мазерати, мы скидываемся ему на Мазерати. Блин, в чем проблема этого шамана? Шаман – это духовная личность для меня, в первую очередь. И я относилась к этому как? Если человек зарабатывает на этом, то есть это не то, это мне не поможет. Только человек, который делает это от души и действительно хочет помочь людям, тогда, наверное, это и помогает кому-то. Ну, как я читала тогда. И я не поехала к тому шаману. Я находила других шаманов, которые тоже были очень подозрительные, мутные. И я тоже на эти аферы не соглашалась. Было несколько предложений поехать в кемп. Но когда люди едут, вместе живут в лесу, и вот это пьют эти зелья через день. Я хотела так поехать. И скажу вам так. Хорошо, что я так не поехала. Потому что сбежать из леса где-то в трех часах от цивилизации было бы гораздо сложнее, чем мне сбежать просто от моего шамана, который был здесь. Я взяла индивидуальный прием. Я решила, что так будет лучше. Не в группе, а чтобы всю энергию свою шаман посвятил именно мне. Это было вот такое у меня решение. Потому что я прочитала, что это будет более эффективно. Сколько дней до ритуала мы встретились с шаманом, все обговорили. Он мне дал специальную диету, которую я соблюдала. Она включала в себя то, что мне нельзя было есть мясо, молочные продукты. Ну, в общем, такая вегетарианская, веганская диета. И нельзя было мне сидеть в телефоне, в интернете и получать какую-то информацию. Ну, то есть засорять свой мозг информацией. Я должна была жить сама с собой, скажем так, не отвлекаясь на посторонние какие-то вещи. Я так и делала. Происходила ночью наш ритуал. До этой ночи я не ела, только пила. Тоже такое было правило. То есть я выполнила все его указания, все, что он говорил. Все было очень странно. Меня отвезла Оля. Оля — это девочка, которая помогла мне найти это все, потому что она живет в Аргентине, она говорит по-испански. И они мне помогли все организовать. Они с мужем привезли меня. И как только они ушли, все было очень странно. Шаман начал переодеваться. Он начал доставать одежду, похожую на шаманскую. До этого он был похож на обычного человека, на дедушку. Милый дедушка. Начал доставать какие-то черепа, одевать себе их на шею. Какую-то шляпу он достал. Начал раскладывать какие-то косточки, кучу свечей. Я покажу фотографию, как это все выглядело. Я чуть-чуть сфотографировала. Снимать нельзя было. У меня телефон забрали. И все началось. Скажу честно, я очень волновалась и переживала, потому что это страшно. Ты идешь непонятно на что, пьешь какое-то зелье, якобы меняющее твое сознание. Ты не знаешь, что будет. Ты не знаешь, как отрагирует твоя психика, твой мозг. Может быть, я бы сошла с ума. У меня были разные мысли, потому что у меня, по моему мнению, расшатанная нервная система, а людям, у которых проблемы с головой, нельзя такое делать. Он мне налил это зелье, он как-то его отмерял, дал мне эту рюмочку, посыпал пар, дым, все эти дела. Ну, это выглядело очень эффектно и красиво, конечно. Я поверила в этот ритуал еще больше, когда увидела, как все происходит, но не считая его передевания. Это зелье было на вкус настолько противным, что мне сложно подобрать описание, на что это похоже. Если бы я могла описать это, наверное, я бы сказала, что это взяли бычки и окурки, сварили пепельницу и дали мне это выпить. То есть на вкус это было действительно омерзительно, это вызывало рвотные порывы, но я держала себя в руках, потому что я думаю, нет, нельзя, я сильная, я выпью это. Я выпила, и начался ритуал полностью. Шаман начал петь, начал делать какие-то свои дела. Так как я не понимаю испанский, я не понимала, о чем песня, что он просит, что он говорит и все такое. Так как это была жидкость, я ожидала, что эффект начнется чуть ли не сразу, потому что, как всем известно, жидкость всасывается в наш организм еще находясь во рту, даже не попадая в желудок. То есть я ожидала конечного результата в минут через 40 максимум, ну, вот какого-то действия этого всего. Но прошло пару часов пении, шамана танцев, он танцевал, пел, играл на каких-то музыкальных инструментах. Он тоже, кстати, пил этот отвар. Ничего не произошло. Я так же сидела, и я пыталась найти какие-то изменения, но чтобы уловить момент, вот-вот-вот, я чувствую, там начинает что-то блестеть в глазах. Я думаю, вот, начинается. Нет, я просто хотела спать, ничего не начинала. Он мне подходит с такими безумными глазами, я, кстати, испугалась этот момент. Я такой, ты чувствуешь это? И я такая, что? Нет, я не чувствую. И он такой, еще, еще, еще. Вот реально у него был такой взгляд, как у Ганнибала Лектора. Я почувствовала себя к Ларисе и Старлинг. Мне реально было страшно. Он, его, видимо, это зелье взяло, потому что он поменялся на глазах. Он приносит мне еще. Я пью. Второй раз было пить еще сложнее. Я реально еле выпила это. Запивать водой нельзя. Ничего делать нельзя. И я сижу уже, думаю, ну все, сейчас точно все будет, потому что такая большая дозировка. Два раза я выпила. У меня, в общем, я дрожу уже от страха, потому что на самом деле неизвестность пугает. То есть ты не понимаешь, что ты сейчас увидишь, потому что, почитав в интернете, опыты людей, они видели смерть, они видели самые плохие моменты своей жизни. Они умирали. В общем, начинался весь процесс плохо, якобы все самое плохое вспоминаешь, а потом уже как будто воспаряешь и ловишь цену, образно говоря. И я ждала вот этого всего самого плохого, но опять ничего не произошло. Как бы все опыты, которые я читала, у людей, извините, мне выходила эта яуаска отовсюду. Они рыгали, и не только рыгали, а я сижу, и вообще ничего не происходит. Можно сказать, что ты точно пила, а то я уаску. Да, я точно не пила, потому что мы нашли шамана лучшего здесь, который опыт 30 лет, который возит всех в Перу, наберегает Амазонки, в гору, на Мачу-Пикчу, и там проходит куча ритуалов с группами людей. Я просто заказала, заказала, купила личный, чтобы, вот я говорю, он удивился вниманием мне. То есть это был крутой шаман, который самый классный, его все знают, ну, потому что он якобы всем помогает и так далее. Я была уверена, что лучше нет. И опять ничего, ничего не происходит. Я сижу, я думаю, боже, когда уже? Я уже лягла на свой матрас. У меня там был матрас, он мне дал матрас, потому что матрас, ведро, потому что он был готов к тому, что я буду рыгать сейчас. и ничего не происходит. Продолжается то же самое повторение первого круга. Он поет, танцует, читает икары. Икары — это молитвы, ну, то есть, да, он молится, пшикает, какой-то, я тоже не могу писать, этот запах, в общем, обрызгивает территорию чем-то, посыпает, как веником меня бьет по голове, стучит по плечам и так далее. Я понимаю, что ничего не происходит опять. Я легла и думаю, что не так, сейчас должно произойти. Я уже понимаю, что это какой-то не развод, но бред. Меня раздражает все, потому что все раздражает, все не так, как я представляла и ожидала. Я лежу и думаю, так, выпью еще раз, второй, то есть, я уже два раза выпила, третий раз еще выпью и больше я пить это не буду. Вот это мои мысли были. Последняя попытка. Потом проходит еще минут 15, ну, моего лежания и ожидания эффекта, и я начинаю осознавать, какая я дура. Вот серьезно, какая я тупая, вообще на что я рассчитывала. у меня приходит осознание моей последней жизни, последних лет анализ поступков, ну, потому что, как бы делать было особо нечего, ты лежишь в темноте, слушаешь песни, шаманы, которые меня раздражали. Нет выбора, ты начинаешь думать о чем-то своем, я пыталась блокировать уже эту информацию, чтобы она не поступала мне в голову и не раздражала меня. Я поняла, что я приехала на край света в надежде, что какой-то дедушка, разряженный в костюме, который он купил где-то, чтобы, наверное, больше впечатлять публику, я не знаю, я это вижу так, я не буду навязывать свое мнение, сварит мне какое-то непонятное зелье, непонятного происхождения, я это выпью, это насколько надо быть отчаянной, чтобы пить непонятно что, непонятно от кого и надеяться, что это чудо тебя исцелит, откроет тебе третий глаз. Я поняла, что так не бывает, я поняла, что все зависит только от нас, только мы можем изменить свою жизнь, никакое чудо-шаман, никакое чудо-зелье, никакое чудо-гадалка не решит твою жизнь за тебя. И все проблемы, все депрессии, которые привели меня к этому, я начала понимать, что только я могу с ними справиться, никто мне не поможет, никто. И я привела себя в это состояние, только я могу себя увести из него. Я начала злиться на себя, что я такая глупая, что я такая наивная, что я позволила себе поверить в то, что это может мне помочь. То есть я переложила ответственность за свою жизнь, за какие-то решения, на какого-то человека непонятного происхождения. Я даже не могу, реально, у меня это сейчас в голове не укладывается, насколько это глупо. Мне стало жалко тех людей, которые приезжают и пьют эту дрянь, потому что для меня, вот сейчас, как я это вижу, это просто наркотик. Это жесткий наркотик, от которого у тебя начинаются галлюцинации. Это не прозрение, это ничего, это просто галлюцинации. Ты ломаешь себе психику и думаешь, что ты духовно развиваешься. Боже, это так глупо, как было глупо, с моей стороны, в это поверить. Начала еще раз смотреть видео об этой ауаске, как люди лежат на матрасах, пьют это, рыгают, кто-то кричит, кто-то плачет, как это все страшно выглядит, как я могла поехать куда-то далеко в какие-то забытые леса, пить это, и как бы мне было сложно оттуда выбраться, потому что выбраться из этого центра, где мы проходили эту процедуру с шаманом, мне было тоже сложно, и в итоге я не выбралась раньше времени. Я резко встала, я поняла, что я или беру ответственность за свою жизнь сейчас, или продолжаю плыть по течению, и он сейчас опять мне принесет еще раз эту бодягу, скажет мне, пей, а я уже не хочу пить это, потому что я решила, что я должна сама, даже без... Я должна сама изменить свою жизнь, я так почувствовала в тот момент. Мне было страшно, потому что он выглядел безумно, я боялась, что будет, что он мне сделает, я одна с этим дедушкой, я не понимала, что сейчас будет. Я просто встаю, включаю свет и говорю, финиш. Он такой, что? Ну, он же по-английски не говорит, я говорю, финито, все. Он такой, нет, нет, сядь, будь терпелива, он там знал несколько слов. Сядь, это там влияние телефона на тебя, у тебя зашоренный мозг, ты не видишь мир. Сядь, он начал на меня кричать, и я такая, говорю, нет, конец, все, больше не будет. Я говорю, больше я пить не буду. Вижу, как он злится, он говорит, почему нет, типа, что? Я говорю, все, ты мне помог, спасибо, хэппи, образно говоря, он других слов просто как бы не понимал. Я говорю, все, круто, счастлива, и ура. Он такой, нет, нет, сиди. Я начала идти за телефоном, потому что он забрал мой телефон, у меня было два телефона, мой телефон, телефон Оли, Оля, я оставила свой телефон, потому что у меня почему-то не включился роуминг на моем, чтобы у меня была какая-то связь, в случае чего я могла позвонить, она мне оставила свой телефон с интернетом. Я начинаю звонить, и понимаю, что они не слышат с мужем, с Кириллом, потому что они спят, четыре часа ночи, то есть мы уже там четыре с половиной часа с шаманом пытаемся что-то сделать, и ничего как бы не получается, я четыре с половиной часа терпела. Я звоню, никто не отвечает, и я понимаю, что я опять пытаюсь скинуть свои проблемы на других людей, то есть я хочу, чтобы они пришли и спасли меня, и в этот момент у меня опять что-то щелкнуло в голове, я поняла, что я всегда пытаюсь скинуть свои проблемы на других людей, я хочу, чтобы это решили за меня, а на деле я сама ввязалась в этот бред, и я должна сама из него выйти, только я могу себе помочь. Я попыталась раздать интернет себе, чтобы вызвать Uber и уехать, потому что у нее Uber на телефоне нет. Интернет не раздается, нельзя раздать. Я попыталась скачать с ее телефона Uber, а он не качается, потому что я не знаю Apple ID, пароль. И я понимаю, что я закрыта здесь, я никуда до утра не выйду, и мне надо как-то решать этот вопрос. Шамана безумия, он был такой бешеный, он взял какие-то ножи и начал мне по голове вот так делать ножами, по плечам, я думаю, блин, сейчас хамить нельзя, он еще этим ножом пронет от того, что я не верю в его, а я в маску. Это было очень весело. Я села, и он начал мне рассказывать, зная четыре слова на английском, и в переводчике, постоянно переводя, показывая мне, что вот, ну я же сказала, что о, хэппи, мне помогло это все. и он говорит, и он говорит, вот, теперь ты должна чувствовать сердцем и животом, а не головой, не думай, думать это плохо, мысли ломают нас, никогда не думай ни о ком, думай только о себе. Я такая, что думай только о себе? Какой бред, надо думать не только о себе. В общем, он мне что-то вот это рассказывал, я такая, да, 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 а потом, он говорит, что ты видела? И я такая, что я видела? Ничего я не видела. И он говорит, ты видела цвета? Я говорю, да, я видела цвета, окей, допустим, я видела цвета, и он такой, я вижу, я не знаю, как объяснить, он счастлив, потому что он в это настолько верит, в то, что это реально, и я поняла, что с ним бесполезно вообще спорить, заходить в какие-то такие конфликтные темы, это не надо, мне не надо никому доказывать свою точку зрения, я поняла для себя, что есть верно. Потом все начало происходить еще более странно, и я поняла, что мне придется мучиться, тут еще часа четыре, пока за мной не приедет Оля, потому что было время указанное, в какое за мной надо вернуться. Он взял огромный камень и говорит, ты должна теперь стать частью землей. Он говорит, ложись на живот, вот так руки назад и лежи. Он меня так положил, и я так лежала, часа два. Он стоял надо мной, пел, танцевал. Насколько это была странная ночь, мне вам просто сложно будет объяснить. Это невозможно объяснить. Я просто хочу забыть это все, что было. но этот опыт, назовем это так, очень многому меня научил. Мне кажется, я реально изменила свою жизнь за одну ночь, потому что все это дало мне понять, насколько это глупо, насколько это не работает. я почувствовала себя каким-то законченным наркоманом. С учетом того, что я не пробовала никакие наркотики, если считать вот этого Яуаска, это первый наркотик в моей жизни, я думаю, последний, потому что я крайне негативно к этому настроена. И просто я относилась к данному опыту как к чему-то очень духовному и крутом. Я даже вставлю видео, я перед тем, как шла, записывала видео, и я там видно, что чуть ли не плачу, переживаю и очень серьезно к этому отношусь. А на деле я поняла, что это просто такой же наркотик, и люди вот выпивают, их кроет, их колбасит, и они думают, что это круто. Это не круто. Круто менять в свою жизнь осознанно. Делая какие-то выводы, самостоятельно анализируя себя, понимая что-то, а не просто накуриться, нанюхаться, наглотаться чего-то и подумать, что все классно, ничего не классно. Посоветовала бы я кому-то пить эту бодягу? Ни за что. Нет. Ни в коем случае. Так можно заболеть еще каким-то тифом желудочным, брюшным, потому что ты не понимаешь, откуда вообще эта вода, как они варили это. Ты не понимаешь, на какого шамана ты попадешь, может он какой-то маньяк. Я не знаю. То есть это настолько небезопасно. Когда я шла на это, я думала, что я очень смелая и крутая, потому что все бы мои знакомые испугались и не пошли. И я думала, блин, я такая прикольная, смелая. Да, я сильная, смогу. А сейчас я думаю, что это не смелость, а глупость, потому что это отсутствие элементарного инстинкта самосохранения, что не есть нормально, это неадекватно тоже. Я рада, что это закончилось. Я чувствую, что мне хорошо, что моя затяжная депрессия закончилась. Я расставила для себя приоритеты, что важно, что не важно в жизни. Я реально возвращаюсь на YouTube, потому что мне нравится снимать видео, мне нравится рассказывать, мне нравится отдавать информацию. Потому что, если не делиться информацией и знаниями, это не имеет смысла. Всем надо делиться. Вот у меня такая точка зрения. Именно поэтому я сейчас вам рассказала, как своему другу вот прямо все, что было, как происходило и как это ужасно. Ну, в итоге меня забрали и я не вернусь к этому шаману, хотя я должна сегодня к нему ехать и обсуждать, что я увидела. Я же не увидела ничего и я в это уже не верю, поэтому, конечно же, я не поеду ничего обсуждать. Надеюсь, вы умнее меня и вы не думали, как я, что есть какое-то чудо, средство, которое спасет тебя. Нет. Такого нет. И те, кто у меня обязательно тут напишут в комментариях, это была не настоящая я уаска, я уаска, на самом деле, очень классная, она всем помогает или шаман у тебя был лох. Я скажу, нет, у меня шаман не был лох, зелье у меня было тоже настоящее, все было настоящее, все условия были выполнены. Просто слава, я не знаю кому, что у меня очень сильный организм, как оказалось, и он просто это говно не воспринял и не взял. Я очень рада, что у меня не было этого трипа, потому что я теперь реально отношусь к этому как к наркотикам, а не к чему-то классу. Хочется сказать в конце этого видео, что жизнь прекрасна и удивительна. На самом деле. И я рада, что я сходила к этому шаману. Если бы не он, я бы, наверное, если бы не не он, если бы не эта ситуация, я бы, наверное, не осознала все ошибки, которые у меня были, все, что мне не нравится, всю плачевность ситуации, глупость ситуации, и сейчас бы не записывала вам это видео. Оно такое резкое, потому что я хотела вставить это все во влог из Аргентины, но нет, я хочу дать отдельное видео этому всему. Если вы пробовали эту драйвину, напишите в комментарии. Если вы не пробовали, а хотите попробовать, напишите тоже. Мне интересно почитать мнение людей, как вы вообще к этому относитесь. И я оставлю ссылки, что это такое вообще, Айя Ласка. Для всего, наверное, меня зацепило интервью Стинга. Я посмотрела интервью Стинга, и он это пробовал, и я решила, что это классно. Так что я оставлю какую-то информацию про это, и я хочу услышать ваше мнение. И до скорых встреч. Спасибо, что посмотрели такое видео от меня. Пока. Пока.